всем привет друзья с вами дима one point посмотрите что это машина творит как вы же могли заметить мой форзе хорезин 4 проходим дальше зимний сезон предыдущей серии я забрал вот этот вот охренительный мини купер джон купер ворс баги машина очень крутая веселая посмотрите он он легковушки просто все раскидывает как танк я не знаю какой вес у этого автомобиля вообще по идее должен быть не очень большой но она тачки легковые разворачивает просто как не знаю что вот давайте сейчас быстренько подъедем вот к этому сварю сейчас мог подпихнем он себя чувствует явно не очень хорошо вот так вот мы его минусанем эта машина на просто давит блин жалко стал прозрачный короче проходим дальше чемпионаты и в этот раз я думаю сегодня мы уже сможем пройти этот сезон на пятьдесят процентов и забрать еще одну новую машину от меня да я опять же понимаю что мини нравится далеко не всем но вы посмотрите на вот этот вот баги это чума какая-то это просто чума это охренительная машина она во-первых выглядит очень круто а вот и писать кроме прикольная такая прям валка поворачиваешь она вся такая креница на одну на одно колесо садится ой просто пусть к ваще тефтонский гений определенно странное название для зимнего чемпионата шоссейных гонок форзе хризин 4 но тем не менее ладно давайте нажимаем одиночная игра и сколько у нас тут будет заезда 3 понятно понятно три это все ясно но какие машины какие мох ё-моё у нас категория с 1 и брать мы похоже можем вообще все что угодно а нет видимо только определенные кит машины определенные я так понимаю немецкие машины не стоит забывать то что у нас сейчас зима поэтому нам нужна тачка которая может ехать на зимней резине ну и думаю начать с моей любимой audi sport quattro с 1 я знаю то что далеко не всем у меня в подписчик нравится от машины и некоторых она откровенно уже заколебала но тем не менее мне нравится я не могу ребята это легендарная машина ради группы b как на этой тачке не прокатиться когда есть возможность когда сама играю говорит дима у нас тут вот есть вот это audi возьми и поедет на ней ну что же начинаем заезд погнали нас кстати как видите происходит все ночью ой какие машины против нас они все недостойны того чтобы с этой легендой соревноваться вот так вот рядом и меня что-то все делают так а у нас а нас а да у нас шоссе что ты блин творишь а давай давай разгоняйся разгоняйся audi топчи их топчи турек то уж обогнать то можно я думаю так отлично но чё-то дальше как-то все у нас не заладилось я смотрю как они так хорошо едут audi топи топи дорогая вот здесь вот сейчас вот вот тут вот нагло вот так вот мы обгоним их всех давай 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 а у нас тут три круга чё я парюсь уже за три круга это я думаю мы точно их обгоним блин какая она дикая необузданная машина пока что мы на шестой позиции не знаю получится ли догнать этих засранцев все может быть на смотрите на прямых просто дико уезжают от меня но конечно я выбрал так понимаю не самую лучшую машину для этого заезда есть у меня такое подозрение но не стоит забывать о моей наглости да не стоит забывать и мы сейчас просто в ком быть повороте приземлимся дрэйватаров и я надеюсь то что мы их обгоним так отлично одну позицию уже отвоевали щемим 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 тт-шку так и тут вот так по-красивому тоже защемили всех минус знак и вот мы уже на четвертой позиции в принципе сейчас уже пойдет третий круг эти такие достаточно быстрые ребята проехал не проехал проехал вроде отлично смотрите ну тут они вообще нереально я не знаю почему очень хорошо едут но вот тут вот мы можем сделать вот так вот и бортуем их бортуем бортуем 1 минуса 0 и тут стену тоже сами ножка приземлились нам главное догнать вот этот вот x5 который как-то на удивление слишком хорошо едет но такое иногда бывает форзы вот видите вы контраст получается чемпионат предыдущий раз я затащил очень хорошо а здесь вот приходится бороться приходится бороться но вам это нравится вы всегда пишите в комментариях то что дима не хватает интриги расследования и экшена а здесь у нас экшен получается вполне себе хорошей а вот сейчас было жестко но тем не менее audi всех сделала отлично первое место я считаю максимально заслуженное ладно все это конечно замечательно но здесь у нас будет спринт поэтому нужно взять ту машину которая сто процентов это все дело затащит в принципе у меня достаточно неплохая с 1 который на который я уже однажды катался именно в каком-то сезоне я не помню в каком но тем не менее вы помните да на этой audi я катался сейчас посмотрим насколько она затащит зимние гонки зимние шоссейные гонки и это как вы поняли да это у нас спринт именно поэтому я решил поменять машину потому что есть такое подозрение что таралина и аудюха просто не затачит все это дело давай 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 разгончика разгончика на разгоне уже определенно лучше чем было с 1 давай 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 вот только посмотрите на этого мини зверя это какой-то сумасшедший карлика не машина она уже все ттшки делает давай 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 вот видите как все таки многое зависит от выбора автомобиля выбираешь правильную тачку которая правильно прокачана и все и кайфуешь вот единственная она вот со снегом она совсем не дружат но тем не менее мы потихонечку уезжаем нет не уезжаем они все так же едут за нами давай давай топи топи пуля отлично здесь немножко тормозимся топи топи родная так теперь сюда хорошо вроде пока хорошо так пока все вообще замечательно мы даже потихонечку начинаем от них отрываться это не может не радовать давай 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 они уже просто в жопе вот это я понимаю ракета вот только посмотрите-ка на прет я еле справляюсь просто все управы управлением держись у меня же слова в голове путаются насколько быстрая эта машина так вот тут я очень плохо тормозился поэтому приземляемся в стену но без этого никуда там все равно сзади соперники уже просто где-то похерились мне кажется они уже просто по домам разошлись и спокойненько сбиваем стал бы дать что-то не тому как все плохо я жду конечно большего короче валилова максимально жесткая и мы спокойно приезжаем первыми на финиш черт эта машина просто охренительно очень очень хорошо она ехала прям максимально хорошо да она не такая прям супер в повороты не заходит но тем не менее разгон у нее настолько жесткий что на прямых она уезжает абсолютно от всех поэтому я думаю последние вот эту третью гонку в этом чемпионате я думаю мы проедемся на ней ну да есть так посмотреть тут и выбирать особо не из чего все остальные машины либо не прокачаны либо вообще максимально странные на которых я уж точно не поеду на заднеприводных ну принципе в принципе можно конечно сделать ход конем и поехать я знаю да 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 я знаю на чем можно попробовать поехать мы поедем на вот этом бусики друзья вашему вниманию предлагается матерь стенса как он едет он не поворачивает эта машина просто вызывает бурю эмоций я не знаю как я эти заезды будут тут сейчас на этом деле проходить ёкала воды как же она по прямой плющит вообще повороты просто зайти не может а я еще зачем-то кольцо поехал на этом автомобиле давай 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 тащи 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 три круга нам нужно проехать будем надеяться то что там ребята просто где-то разложатся ой-ой-ой-ой с тормозами то кстати и неплохо я думаю похуже все будет но на этой машине максимально сложно ехать это блин не на той audi которая тащит просто нереально 2 давай мы сейчас догоним бусик матерь стенса давай 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 вот тут вот на прямой он блин сейчас только что в полет мне кажется хотел сорваться а чё это кстати это у нас porsche это porsche а впереди я что-то не могу понять чё это i8 да это i8 она на удивление так хорошо валит остановись i8 i8 стой так сейчас мы porsche прижмем тут немножко да 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 вот так вот так куда собрался тут слишком большой станцовый бусик тебе прикрывает дорогу которым двигатель я не знаю истребителя что ли поставили вы только посмотрите на это тут учу такой наглый не уважаешь классику что ли охренел вообще так ой 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 как же это все тяжко отлично просто максимально хорошо прошли прошли вы это все дело блин какой он грязный жесть наглотался бедные всякой грязи тормаживаем промажем тормаживаем здесь спокойненько стараемся заходить повороты блин я боюсь честно говоря на этом автомобиль на газ нажимать потому что есть тут нажимаешь на газ машина просто пытается сорваться куда-то вперед и вообще забывая о том что она должна хотя бы лево-право как-то поворачивать так ну что я думаю тут уже можно спокойно брать и приезжать на фире нет но это просто чума каждый раз когда я беру этот бешеный бусик он показывает просто какие-то нереальные результаты . охренительно реально очень-очень хороша поэтому я вам хотел посоветовать ту audi для того чтобы проходить чемпионат но скорее всего уже тебя прошли мои советы нахер никому не нужны но ребята берите бусик просто ради того чтобы покайфовать и поржать насколько это тупо ракета папа вилл спинчик велспинчик 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 и серьезно курса вексар какая она уже седьмая у меня в гараже по счету но около маны соперники в ралли его версус импреза рейс of эту на спринт кросс и понятное дело то что все это будет проходить через шоссе и бездорожье нужно будет очень хорошо настроенная тачка а такие есть ли у меня в категории б что есть у меня в принципе настроена есть у меня по ходу вот эта лисичка настроенная есть у меня вот этот lancer evolution 6 который я очень люблю и который сделан у меня уже подрали чё бы взять тут разгон десятка здесь 9 и 6 но да блин и ускорение тут тоже лучше в этой лисички черт ладно короче все равно три гонки давайте сначала lancer возьмем я не могу когда ралли эта машина смотрится в этой всей ипостаси просто превосходного посмотрите а такое ощущение как будто я сейчас играю не в forza horizon 4 а в какой-нибудь колин макрей ралли или ралли дюарт круто круто когда игра может так видоизменяться просто благодаря автопарку это сумасшедше круто а еще предыдущий раз мы ездили получается на тачках категории с а теперь мы едем на тачках категории b это достаточно большой провал по скорости разгону поэтому сейчас мне немножко так кажется как будто гонка происходит в таком небольшом замедлении и я вот даже стараюсь нигде особо не тормозить да я вот тут немножко вылетел но нам это помогло только обогнать субарь тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо осторожненько заходим нормально все хорошо так и спокойненько уезжаем от них вообще без проблем тут можно даже на ручничок нажать по красоте у нас же все-таки ралли поэтому не стоит забывать про ручник она стала грязная вот это еще больше идет я не знаю друзья охерительный lancer но и тут больше нечего сказать как просто взять и приехать на финиш ох блин было бы прикольно если бы когда пересекаешь финишную черту машина оставалась такой же грязной которой она и была в гонке смотрите кстати я ехал против субарей одни субари были против меня я один на ланцере это странно но мне больше всего интересно если сейчас я возьму бубару то какие машины будет против меня одни ланцеры у меня есть такое подозрение что это будет монокласс против меня едут одни субари ну чё погнали машина кстати не пойму прокачано не прокачано судя по спойлеру немножко на ней тюнинга есть ну и принципе по индексу производительности но поскольку эта машина изначально в стоке находится в категории b здесь скорее всего тюнячик уж совсем мало и направлены наверно только на то чтобы машина ехала более устойчиво да слушайте получается монокласс хоть эти гонки называется митсубиси против субару тут едут все почему только на субару не знаю почему странно это конечно я бы хотел видеть еще какие-нибудь автомобили они только субару так ты что закапываешься немножечко дрифта в нашем силе отлично но и вы сами понимаете машина просто тупо взяла из доминировала без всяких вообще проблем баба 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 так немножко немножко разгона так здесь можно ручнике мне кажется о это было страшно я боялся то что сейчас свою прекрасную лисичку просто в херачу в стену но нет этого не произошло и мы спокойненько выезжаем на асфальт но я так понимаю он будет длиться на недолго хотя 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 мне кажется он будет длиться долго только вот там вот я что-то вижу непонятное какой-то жесткий поворот не этот вот сейчас дальше будет чё за жесть вообще это чё за поворот такой давайте тут также на ручтуке зайдем немножечко с подсрежем нафиг траекторию она для лохов будут принципе уже на первом месте катимся все и вообще без проблем так теперь сюда ну и все спокойно берем и приезжаем на финиш и можно даже а вот так вот выпендриться и заехать прямо бочком на из на из чё осталось последняя гонка из чемпионата ну и конечно же я решил здесь быть эксклюзивным поэтому взял свой lancer и поеду на нем пускай я буду одинок на этой машине и никаких мы собратьев здесь не будет но тем не менее я затащу и покажу то что митсубиси все-таки превосходит subaru хотя никому конечно не в обиду но мне просто именно из этих всех поколений если сравнивать нравится больше шестерка митсубиси lancer погнали пока что чё-то subaru вообще тащат мне это вообще не нравится я тут на ручничке немножко притормаживаю здесь можно вообще вот так красиво зайти ох ты ж а нормально да мы его прошли данном даже у пендрёж засчитали так а здесь мы по пендрёжа сможем пройти а здесь мы слишком широко вышли из этого поворота но ладно принципе потихоньку мы начинаем догонять этот субарь здесь еще немножко дрифта да друзья я это делаю если что специально я прекрасно понимаю что нормально притормозить повороте будет эффективнее чем пускать машину в занос на ручнике но у нас ралли и я хочу больше заносов так вот там будет сейчас резкий поворот и надо будет у него катиться вообще как надо вот так вот и поехали уже спокойно по прямой черт какие же долгие прямые на этой трассе честно говоря я начинаю даже просто скучать от того что едешь по прямой в одиночестве и ничего особо не происходит но вот хотя бы еще один поворот левый и я тут даже в стену уехал и приезжаем на финиш и конечно же бачком вот так вот красиво заехали первое место и мы затащили этот чемпионат за сезон у нас получается 48 процентов и сейчас чтобы получить мини-кантримен мне нужно выполнить всего лишь одну какую-нибудь смелую выходку сезона я очень хочу попробовать выполнить смелую выходку сезона которая называется м68 фишка в том что нужно проехать здесь 434 километра в час у меня стоит рекорд 432 километра в час мне кажется это будет интересная заруба для этого рекорда я возьму сумасшедшую 599 xx эволюционная погнали мне нужно сейчас максимально точно чтобы не обрезаться в трафик и лететь каналу да что вы творите блин вы видели посередине трассы просто отлично ладно может успеем разогнаться что-то пока не везет я видимо не один такой кто проходит от продак там щекульта иди 400 километров в час счет я куда-то улетел там было там было я помню доехал до радара да серьезно да серьезно охренеть по-хорошему тут конечно нужно убирать трафик потому что на такой скорости как-то увернуться от встречного допустим трафика просто невозможно а ехать тут нужно именно по встречке чтобы более-менее как-то нормально показать скорость на этом радаре вот что это такое есть 469 и это новый личный рекорд но при этом сделали мы сезонная цель или нет сезонная цель достигнута просто охренительно друзья охренительно 469 километров в час можно конечно было чуть-чуть и побыстрее но тем не менее мы это сделали и я так понимаю то что мини-кантримен теперь наш да друзья 50 процентов зимний сезон фройден шикарно просто шикарно мы это сделали мини-кантримен в следующей серии мы его посмотрим более детально и может быть даже что-то страшное из него сделаем но на этом у меня пока все не забывайте ставить лайк под этим видео также подписываться на канал если еще этого не сделали и конечно же жать на колокольчик чтобы не пропускать мои новые ролики всем огромное спасибо и пока пока за субтитры falou ну мы